Всем привет! Вы попали на канал HardRosetInfo и в этом видео расскажу вам, как подключить камеру MiBao G2 камера к вашему телефону. Итак, для этого в первую очередь нам понадобится вот такой вот мануал, который есть у нас в коробочке. Мы его открываем буквально на третьей странице и видим вот эти вот штрих-коды, в которых у нас есть QR-коды для того, чтобы... Ой, да, QR-коды, а не штрих-коды, чтобы их просканировать с помощью нашего телефона и перейти по ним. Я думаю, вы знаете, как сканировать QR-код. Просто сканируем, если у вас Android, то Google Play, если iPhone, то App Store. И нажимаем «Установить». Ждем несколько секунд, пока установится. Давайте пока устанавливается, я вам расскажу, как включить данную камеру. Для этого мы проворачиваем, допустим, той стороной, как мне будет удобно вам показывать. И вот здесь вот мы видим вот такой вот слот на одной из сторон. Мы его открываем. Секундочку. Открыл. И здесь у нас есть по левой стороне, если смотреть вот с этой стороны, то у нас есть кнопочка питания и здесь кнопочка сброса. Нам нужно зажать кнопочку питания буквально на несколько секунд и следить за индикаторами на самой камере. Зажимаем. Так, я секундочку ничего не вижу. Е-мое, подставка выпала. Давайте сделаем вот так. Давайте снова нажмем на данную кнопку. Я просто сейчас единичным разом нажал. В общем-то ничего не произошло. Окей, давайте зажмем кнопочку питания. А нет, был индикатор. Индикатор был, просто я, видимо, этого не заметил. Давайте зажмем. И вот наша камера включилась. Вот с таким звуком она включается. Можем пока что поставить ее обратно и смотреть, что у нас будет происходить дальше. Давайте откроем приложение. Пока что инструкцию можно убрать. В принципе, я вам сам все объясню. Рады нас видеть. Смотрите-ка. Для этого нам понадобится выбрать страну-регион. Вообще зарегистрироваться нам нужно. Давайте нажмем зарегистрироваться. Счетную запись. Давайте следим. Страна-регион у меня, как сказать, не Россия. Давайте вобьем нашу страну-регион. Я в данный момент нахожусь в Польше. Полонт плюс 48. Да. Аккаунт. Имя аккаунта, допустим, у меня будет ананас. Ананас. А пароль у нас. Допустим, я вот такой вот пароль придумаю. Стоп. Можно показать пароль. Окей, придумал я, собственно, пароль. Запоминаем пароль. Нажимаем зарегистрироваться. Ждем немножко. Аккаунт интересует, что так в смысле? Ну, я понимаю. Я хочу зарегистрироваться. А не выйти, вы издеваетесь? Да, зарегистрироваться. Окей, давайте введем наш email. Соглашаемся со всем. И нажимаем далее. Придумываем никнейм. Снова же ананас. Пароль. Сейчас быстренько давайте я свою вину. Повторяю его. Нажимаем готово. Так, у тебя я ошибся. Чуточку ошибся. Окей. Сохранить. Мы попадаем теперь в главное меню. Как видите, тут регистрация довольно быстро. Нужно включить уведомление о приложении для получения сообщения о тревоге устройства. Окей. Теперь. Нажимаем добавить устройство. Аккумуляторная камера. А у нас она, да, она у нас аккумуляторная. И что же... А нет, стоп. Давайте вообще посмотрим, что у нас здесь. Какие варианты есть. У нас это камера G2. Я не знаю, как ее удостоверить. Скорее всего, да, у меня вторая камера. Вы должны ее включить. Выдерживайте кнопку питания. Да, мы включили. Нажимаем далее. Чтобы получить текающую информацию о приложении, в Wi-Fi, нужно отдать... Да. Даем разрешение. Да. Включаем GPS, если он у вас выключен. Далее. А, стоп. Я не увидел, что там было написано. Секундочку. Пожалуйста, сбросьте устройство. Выдерживайте кнопку сброса на вашем устройстве в течение пяти секунд. И дождитесь могающего красного индикатора. Он сейчас... Я, наверное, это уберу пока. Он сейчас, кстати, как раз моргает. Поэтому смысла нет. Но если что, здесь справа есть вот такая еще одна кнопочка. Вы ее должны зажать буквально на пять секунд. Теперь нажимаем далее. И мы должны подключиться к интернету, к Wi-Fi. То есть, если у вас здесь сеть именно такая, вы можете выбрать любую. Я подключен сейчас к этой. Он автоматически ее выбрал, а я пажу пароль. Нажимаем далее. Это устройство не будет работать с 5G. А вот это вот печально. Окей, выбираем другую. Допустим, вот эту сеть. И вводим пароль. Так, да, хорошо. Теперь нажимаем ОК. И теперь нажимаем Далее, чтобы просканировать. Итак, нам нужно, чтобы кавера была направлена на данный QR-код. Делаем это. Правильно ли я сканирую? Не уверен. Надеюсь, что все сейчас получится. Она нам советует сделать. Это примерно расстояние 25 сантиметров. Давайте попробуем. Если что, я могу вам посоветовать протереть камеру. Стоп, у нас уже, кстати, индикатор не моргает. Давайте попробую ее все-таки сбросить быстренько. Раз, два, три, четыре, пять. И она у нас вообще выключилась. Не говори, пожалуйста, чтобы ты выключилась. Поехали. Так, я вам покажу. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я сейчас подключил к ее зарядке Она у меня села Давайте попробуем просканировать еще раз Итак, мы услышали звуковой сигнал И вы тоже его слышали Теперь нажимаем далее Давайте пока просто вот так вот их поставим Будем смотреть, что будет дальше Окей, успешно добавлено мое устройство Нажимаем далее Поместите камеру и телефон вместо установки камеры Нажмите далее для входа в диагностику сети Нажимаем далее И начинается диагностика сети О, это она меня снимает Вау Окей, да, меня все устраивает Пожалуйста, используйте кронштейн для наружного монтажа Если вы хотите установить камеру осторожнее Рекомендуется устанавливать камеру на высоте 2-3 метра Избегайте попадания прямых солнечных ключей на объектив камеры Избегайте размещение объектива камеры у стены и стекла на близком расстоянии Окей, нажимаем далее Теперь Теперь она нам предлагает сменить название это полагаю устройство Да А также выберите семью дома на нас Уберите комнату, гостиная, спальня Ну, пусть будет гостиная И нажимаем готово Окей, окей, окей Это у нас инструкция На этом все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И пишите свои комментарии Всем пока Субтитры подогнал «Симон»